Своих не бросаем. Жители Тверской области объединились для одного большого дела. Протянуть руку помощи новым соотечественникам, жителям новых территорий России. Коммерсанты и горожане собирают и отправляют гуманитарную помощь, медикаменты, врачи едут оказывать помощь. Власти региона помогли подшефтаму Бердянску пойти без проблем в новый отопительный сезон. Как работает этот один единый механизм, узнал наш корреспондент. Тверской волонтерский штаб «Помощь Донбасса» объединил в одну команду коммерсантов, пенсионеров, менеджеров. Одним словом, неравнодушных граждан, которые регулярно оказывают помощь больницам Донбасса и бойцам. Собирают и отправляют все необходимое для жителей и фронта. От вещей до медоборудования. Поступают очень большие списки. Наступает зима. У нас есть группа бабушек, которая шьет, вяжет носки. У нас есть девчонки, которые шьют сами спальники. Идут наши воины, а мы за их спиной. Мы тыловое обеспечение. И только так можно достигнуть победы. К октябрю было отправлено более 60 грузов. В команде есть волонтеры-медики. Не раз ездили в ЛДНР. Среди них кардиолог областной больницы Ирина Епишкина. Недавно она вернулась из Мариуполя, где три недели оказывала плановую помощь местным жителям. Благодаря слаженной работе поехала не с пустыми руками. В этот раз мне с собой дали лекарства, таблеточки, спасибо за это большое, волонтерскому штабу, помощь Донбассу. То есть я назначала препараты, тут же их выдавала. Это на самом деле намного удобнее, потому что когда ты просто назначаешь, людям там не на что купить лекарства. И поэтому большинство ничего не принимают. В день в очереди 30-40 пациентов. Причем не только с проблемами кардиологии. Иногда приходилось принимать и пациентов с ОРВИ и простудами. Тверского доктора приняли как родного и коллеги, и пациенты. Единственные в городе работающие поликлиники. Благодарю всех врачей, которые приехали к нам спасать нас. Спасибо большое Ирине Владимировне за то, что она чуткий и очень приветливый человек. За плечами уже две поездки. Последняя закончилась в октябре, но пациент из Мариуполя по-прежнему на связи с тверским доктором. Если будет нужно, поедем и в третий раз, говорит доктор. Тем более родные и начальство такое решение полностью поддержали. Это то чувство, то ощущение, когда ты нужен. Ты помогаешь, ты видишь отдачу. И вот это чувство заставляет тебя туда приезжать. Начальство отнеслось с пониманием, поддержало во всем. В частности, главный врач нашей областной больницы. Активную помощь Тверская область оказывает и подшефному Бердянску. Соглашение о сотрудничестве было подписано главами регионов в августе этого года. От Верхней Волжьи уже в преддверии осени была отправлена крупная партия гуманитарного груза, что позволило бердянцам подготовиться к учебному году и отопительному сезону. Десять большегрузных машин МЧС, которые первая партия приехала в Бердянск. И мы сказали, что это наши граждане собирали, помогали, организовывали. Там и продукты питания, там и наборы школьников первого сентября, там и хозяйственные есть элементы. Это трубы, которые необходимы для водопровода, потому что там действительно все очень долгое время. Скажем так, эксплуатировалось на износ. Я думаю, что еще будет очень много интересных проектов. Так город вошел в отопительный сезон вовремя. Также 50 семей учителей получили в новой квартире в подарок новоселью газовые плиты. Были и еще гуманитарные грузы от самых разных благотворителей. Начиная от простых граждан до руководителей целых предприятий и организаций. Например, подключились представители азербайджанской диаспоры в Твери. Они в ноябре отправили в Бердянск 800 коробок гуманитарного груза. В стороне не остался никто. Традиционно в сложные времена люди сплачиваются и протягивают руку помощи тем, кто в ней остро нуждается. Независимо от количества километров, которые разделяют регионы.